Про дефицит и стоимость бензина, прогноз показателей бедности, новые санкции и популярную криптоигрушку Хамстер Комбат. Кто за ней может стоять? В эфире программа «Ваши деньги». Я Сергей Мальнев. Начинаем. Популярная игра-кликер в Телеграме Хамстер Комбат собрала многомиллионную аудиторию. Просто кликая по экранам смартфонов, люди надеются разбогатеть. Получится ли, совсем скоро узнаем, а пока разберемся, в чем, собственно, интерес создателей этой таполки и кто за ними стоит, вы будете удивлены. Мир как будто сошел с ума. Люди, как заведенные, кликают на нарисованных хомяков. Игра Хамстер Комбат внезапно захватила умы миллионов, надеются разбогатеть, просто тыкая в телефон. 26 марта 2024 года в мессенджере Телеграм появился бот Хамстер Комбат. Менее чем за две недели игра, по словам создателей, набрала миллион активных пользователей. Спустя три месяца их стало в сто раз больше, то есть уже сто миллионов, вы только вдумайтесь в эти цифры, сто миллионов человек. Хамстер Комбат это примитивнейший кликер. Игроку предлагают нажимать на картинку хомяка, зарабатывая внутриигровые монетки. Но на словах цель куда серьезнее, якобы так можно прокачать свою криптобиржу и разбогатеть. Звучит, конечно, бредово, но создатели обещают игрокам якобы реальные деньги, мол, жди пока внутриигровую валюту разместят на криптобирже и обменяют на валюту настоящую. Раздача токенов пользователям. Основная задача создателей Хамстер Комбат. И привлекают они пользователей с помощью игры, порог входа в которую очень прост. По итогу люди долбят в телефон, как дятлы, и ждут халявных денег. Но откуда же они возьмутся? И будут ли вообще? В игре при этом нет ни рекламы, ни донатов. И возникает вопрос, зачем тогда все это создателям? Создателям Хамстер Комбат выгодно не только, чтобы люди тапали на хомяка, но и чтобы они систематично открывали приложение. Потому что таким образом приложение получает большое количество ретеншн, люди все больше и больше в него заходят, и время этих людей можно перепродавать. То есть хомяководы попросту продают время и внимание игроков. Причем зачастую продают сомнительным криптоконторам. Фундаментальной ценности в этом проекте практически нет. Но, как мы уже сказали, играют в Хамстер Комбат все. От домохозяйки до айтишника. И далеко не каждый вообще в принципе понимает, как такие криптопроекты оценивать. Типичный хайп, который рано или поздно лопнет. А в дураках, как всегда, останутся простые люди. Иронично и немного странно, что проект связали именно с хомяками. Но если кто-то не знает, то хомяками в инвестициях называют новичков, которые хаотично выбирают активы в портфель в погоне за быстрой прибылью. Действуют часто на эмоциях, не обдумывают свои действия и поэтому часто теряют деньги. Ну, например, ведутся на какие-то хайповые и рисковые проекты. Но кто же создатели Хамстер Комбат? Кто на нем зарабатывает? Следы ведут в Россию, но имена разработчиков не раскрываются. Впрочем, по данным журналистов издания The Bell, к созданию Хамстер Комбат причастен серийный и обласканный властью российский предприниматель Эдуард Гуринович. 14 марта, или за два месяца до запуска Хамстер Комбат, одновременно с основным доменом игры был зарегистрирован еще один – Хамстер Комбат Ком. Почта, заявленная при регистрации AP-собака Аренум Геймс, принадлежит кипрской компании Аремун ЛТД, среди акционеров которой российские предприниматели Александр Зеленчаков, Эдуард Гуринович и Александр Пасечник. Личный номер последнего также использовался для регистрации этого домена. А раньше Гуринович работал в компании «Кармани», которая выдает кредиты под грабительские проценты. Ваш автомобиль – это деньги, актив, который можно и нужно использовать. И одна из совладелец «Кармани» – это никто иная, как бывшая жена Владимира Путина – Людмила. Организация Людмилы Путины выдает займы под залог автомобилей. Вот эти люди, которые брали кредиты в организации Людмилы Путины, были вынуждены расстаться не только с этими деньгами, которые они не смогли выплатить, еще и с процентами, а еще и были вынуждены вернуть свои автомобили. Когда срочно нужны деньги, можно обращаться в «Кармани». Надежно, как в банке, но быстро и просто. «Кармани» – автомобиль и деньги с вами. Да, сначала простаков завлекают быстрыми деньгами, но потом просто отбирают имущество. Гражданин по фамилии Евсейкин взял займ в конторе «Кармани» на 465 тысяч рублей. И при этом, внимание, процентная ставка у Евсейкина была 99,5%. То есть это огромная цифра даже в рамках микрокредитных организаций. Ну, естественно, судебное решение было вынесено в пользу «Кармани». Естественно, Евсейкин был вынужден выплатить этот долг. Ну и плюс еще лишился своего автомобиля «Фольксваген Тигуана». Выдачи за 9 месяцев 2,7 миллиардов рублей, если я правильно помню, соответственно. И прогноз по объему выдачи до конца года, с учетом того, что сейчас немножечко, наверное… Вот так ее контора «Кармани» годами драла три шкуры с россиян, загоняя их в долговую кабалу. А когда терять уже нечего, несчастные должники нередко идут умирать в Украину, чтобы просто расплатиться с кредитами. Теперь же дельцы рвутся в мир еще и криптовалют и онлайн-игр. Зачем все это разработчикам? А главное – Телеграмм и Павлу Дурову. В этих игрушках много трафика, очень много трафика, объясняет собеседник The Bell, знакомый с разработчиками Хамстер Комбат. Его там больше, чем у Яндекса и ВК вместе взятых, продолжает он. И весь этот трафик очень хорошо продается. Обороты Хамстер Комбат могут достигать нескольких миллионов долларов в день, утверждает собеседник The Bell. Уже немало подобных проектов тоже обещали золотые горы, но оставили людей с носом. И тем не менее, на Хамстер Комбат все равно ведутся и безумными темпами. Соединить криптовалюту с простейшей игровой механикой оказалось охренеть как выгодно. Вот так за мимимишной мордашкой хомяка скрывается очередной лохотрон под кремлевской крышей. Впрочем, возможно, интересуют их не только и не столько деньги, как власть. Власть над умами миллионов, которые как заколдованные уходят в бездумное закликивание. Человек, часами стучащий в телефон как дятел, ни о чем не думающий, сбегающий от проблем и верящий в обещания призрачного богатства – это же идеальный холоп. Так что этот хомяк может войти в историю как супер-успешный скам, такой себе Леня Колубков наших дней. Ведь оболванивать, обманывать и обворовывать – это единственное, что у путинистов действительно хорошо получается. В то время как Путин заявляет, что темпы роста экономики России опережают среднемировые, экономисты, наоборот, уверены, что российский народ на поколение вперед обречен на глубокую бедность. С чем связаны эти расхождения в оценке реальности и в чем правда – разбираемся подробно. Экономические проблемы РФ набирают обороты. Никакому черному дню России не готовится, потому что черный день уже настал. Наступил он здесь, да. Новые ограничения операций с долларом из-за последних американских санкций увеличат издержки на импорт и серьезно сократят доходы от экспорта. Это все, конечно, может подорвать расчетные операции за экспорт, за российский импорт. Безусловно, что валютные ограничения на внешние валютные операции – это прямой удар не только по экспорту, но и по импорту тоже, поскольку все внешние торговые сделки, они заключаются практически все, во всяком случае, большинство в так называемых твердых валютах. И только Путин неустанно твердит о том, как растет экономика страны-агрессора. Мы обгоняем Японию. По мнению Мирового банка, Россия сегодня четвертая экономика мира по паритету покупательной способности. Этот фейк Путина развенчивают сами россияне. Чтобы реально оценить ситуацию ВВП по паритету покупательной способности, надо пересчитать на душу населения. И тогда Россия окажется не на четвертом месте, а на 63-м. Но Путин вам об этом не скажет. Но есть обман и посерьезнее. Манипуляция со статистикой по росту ВВП. На нее клюет даже МВФ. Очевидно, исходя из российских данных. В этом году, в первом квартале текущего года, рост экономики России составил 5,4%. Правда в том, что как за кремлевской картинкой военной мощи на самом деле стоят серые поставки западных комплектующих, импортируемые из Китая технологии, военная техника из других стран изгоев. Так и за напускными цифрами роста кремлевской экономики кроются дутые исключительно за счет военной промышленности показатели. Скажу, что в России по статистике танки считаются инвестициями. Поэтому, когда вы видите цифру роста инвестиций, то это рост производства военной техники. Потому что орудие, установка С-400 или танк, это инвестиции в российской классификации. А ведь смотрите, с точки зрения экономики это чистая транзакционная издержка производства танка. Это безумное расточение денег без возврата. Все это не дает никакого реального улучшения жизни россиян. Вопрос о том, а кому она нужна, это было ваше благосостояние. Сейчас вопрос не об этом. Вот вы все время разосуждаете в категориях каких-то прошлых, каких-то красивых времен. Все стремятся к росту благосостояния, но нет сегодня этой задачи в российском государстве. На сегодня состояние российской экономики уже такое, что российской власти остается только манипулировать статистическими данными. Перебрасывать одни статьи в другие, для того, чтобы поддерживать иллюзию какого-то еще как бы роста ВВП. Однако даже псевдорост за счет танковых заводов не будет длиться долго. Экономический рост военный в России закончится уже в этом году, где-то во второй половине года, судя по той статистике, которую мы видим сегодня, темпы роста резко снизятся, потому что исчезнет эффект базы. Российский же бизнес, не связанный с военной промышленностью, находится в очень сложных обстоятельствах. Кроме санкций и проблем с импортом, с комплектующими, рабочей силой, накладывается и то, что Кремль, увеличивая ставки по коммерческим кредитам, не только не стимулирует инвестиционную активность в реальном секторе, а еще и ограничивает ее. Собственно, красочнее всего о бизнес-климате в РФ и ее инвестиционной привлекательности свидетельствует тот самый международный форум в Санкт-Петербурге, на котором чуть ли не главными гостями были представители Талибана. Боливия и еще какого-то такого же уровня государства. Из Европы это лоббисты, представители Венгрии и, по-моему, Словакии. Это все представители из Европы. И даже свои внутренние бизнесмены из всех олигархов было только три. И то таких, которые полностью зависят от российского государственного бюджета. Вот это вам реальное состояние и внутренней, и особенно международной российской позиции экономической на сегодняшний день. Экспорт, как показатель экономики, буквально кричит о кризисе. В прошлом году общий объем экспорта России сократился на 28%. Нарастить масштабы экспорта невозможно. Более того, расширяется все время круг товаров, который попадает под санкции. И это уже создает проблемы для целых отраслей. Посмотрите, как у вас алюминиевая промышленность бегает с выпученной глазами. И кричит, что мы в беде. И надо, чтобы государство теперь закупало алюминий, государственные запасы. А иначе нам некуда девать алюминий. А нам тогда надо закрывать предприятие и увольнять людей, поскольку это градообразующие предприятия. Доходы от экспорта сокращаются. А вот расходы, в первую очередь, на войну против Украины продолжают расти. Логичный итог. Дыра в бюджете. За первые два месяца 2024 года Россия исчерпала объем всего заложенного в бюджет 2024 года дефицита. Все, что будет превышать бюджет дальше, Кремль покроет изъятием ресурсов в фонде национального благосостояния. Или займами у Центробанка, чем спровоцирует рост инфляции. Но есть и другие варианты. Остается единственное отнять прибыль всю у тех, у кого она еще какая-то есть. А если этого не хватит, то отнять все у населения. Принятый 14-й пакет европейских ограничений усиливает эффективность предыдущих санкций и перекрывает РФ пути их обхода, в том числе и через Китай. В итоге российское государство, погрязшее в крови, ждут новые экономические проблемы, которые являются абсолютно логичным следствием войны. Российский народ на поколение, как минимум, обречен на глубокую бедность, а возможно нищету. Россия пытается адаптироваться к жизни под сотнями европейских и общемировых санкций. Но только Кремль находит лазейки для обхода одних запретов, как тут же появляются новые. Европейские государства согласовали очередной, уже 14-й пакет санкций в отношении путинского режима из-за его агрессии против Украины. На что будут распространяться новые ограничения? Показываем. Так называемые санкции. Дурь, конечно, полная. Целью было поставлено обрушить российскую экономику. Ну, это не получилось. Конечно, санкции не действуют, Владимир Владимирович. И именно поэтому у РФ появился тенемой флот танкеров. Самолеты чуть ли не падают из-за отсутствия комплектующих. А пересаживаются россияне с Мерседесов и Фольксвагенов на ломких и тарахтящих китайцев. И вот на горизонте очередной пакет. 14-й пакет санкций против России будет направлен на энергетический экспорт Российской Федерации и наложит новые ограничения на западных производителей по поставкам технологий в Россию. Новый пакет санкций против России впервые нацеленный против поставок сжиженного газа, который несколько государств-членов продолжают покупать, несмотря на то, что война в Украине идет уже третий год. Давно ожидаемое ограничение на перевалку в Европе российского сжиженного газа. Это большой бизнес. Нанесены удары по новым точкам. Два предприятия должны были открыться по производству сжиженного газа, они уже не откроются. Далее достаточно серьезно начали бороться с теневым флотом России. Эти корабли не смогут зайти в порты Европы и их не будут обслуживать. По итогам 2023 года чистый убыток российского «Газпрома» составил 6,44 миллиарда евро. Это худший показатель в истории существования компании. Цифры за 2024-й должны быть еще интереснее. В России, как у любой машины, есть две педали. Одна называется газовая, другая называется нефть. А вот газ и нефть – это то, что формирует бюджет России. И мы видим, как поэтапно газовую отрасль отключают от нормальной работы и нормального предоставления российскому бюджету необходимых ему ресурсов. 27 стран ЕС более месяца обсуждали новый пакет санкций, что говорит о серьезности намерений. В новом пакете другим странам возложена ответственность следить, чтобы товары двойного назначения не попадали в РФ. Вторичные санкции против, в том числе, финансовых структур, которые причастны к обхождению санкций по товарам двойного назначения. С каждым месяцем Евросоюз все серьезнее относится к механизму исполнения этих санкций. Я жду включения механизма наказания. Надо прецедент наказать одно, два, три юрлицо. Также в новый пакет внесено более 100 новых физических и юридических лиц, в результате чего общее количество находящихся под санкциями превысило 2200 человек. 14 пакет санкций против РФ будет официально принят в понедельник, 24 июня, на заседании Совета ЕС. Нефтяное государство, страна-бензоколонка, Российская Федерация лишается дешевого бензина. Цены на топливо продолжают стремительно расти. Эксперты рынка утверждают, что не за горами и дефицит, а для армии России уже сейчас введены лимиты на выдачу бензина. Насколько все плохо? Смотрим. В России заканчивается дешевый бензин. Неудивительно почему. На, нахуй, беспилотник, еб***ь рядом с моей работой. Все, пошел. Вот, в то же место попал. Ух ты! Это российские нефтебазы и нефтеперерабатывающие заводы, которые взрывают вооруженные силы Украины. Главный виновник этого, как ни странно, Путин. Именно из-за него армия оккупантов вторглась на территорию Украины. И именно из-за него Украине приходится атаковать нефтебазы, чтобы остановить снабжение россиян на фронте. Очень многие из этих нефтепригонных заводов и нефтехранилищ обслуживают российскую армию. Обслуживание и поставки дизельного топлива, бензина, других нефтепродуктов для армии. Соответственно, то, что танк не может двигаться в какой-то момент, когда он должен двинуться, это заслуга тех, кто... Российский танк, да, тех, кто ударил со стороны Украины по российским базам. Это очень важный аспект. Так что новая волна дефицита топлива не за горами. Сейчас ее на себе уже ощущает армия РФ. Об этом сообщают телеграм-каналы Z-Военкоров. С подразделений приходят неприятные новости. Сообщают, что в 42-й мотострелковой дивизии введен лимит на выдачу бензина для автомобильной техники. Бл***ь, кому только скажи это 10 лет назад, что в великой нефтяной державе будут введены лимиты для армии на бензин. Также из-за уничтожения запасов топлива и атак на нефтеперерабатывающие заводы в России возникает и другая проблема. Растут цены на то самое топливо. В последние где-то дней 10 я заметил, что в России тотально начал расти бензин. То есть бензин ни с чего, непонятно почему. В течение буквально одной недели поднялся 92-й на 4 рубля. Приблизительно так же поднялся 95-й. Друзья, у меня вопрос к правительству. Схрена ли это вообще происходит? Почему в нефтедобывающей стране такой дорогой бензин? Цена на бензин закладывается и в стоимость почти всех товаров и услуг. Потому подорожание бензина влияет на все отрасли. Цены на такси в России выросли до рекордного за 10 лет уровня. В 2014 среднестатистических километров такси стоил 23 рубля. В 2021-м 25,5. А вот в августе 2023-го он достиг отметки в 32,5 рубля. Чем дальше, тем дороже будет стоить топливо. Более того, эксперты рынка объясняют, что российским компаниям будет невыгодно продавать бензин на российском рынке. На Западе за него платят гораздо больше. Российские нефтяные компании не заинтересованы вообще-то продавать бензин и дистопливо на внутреннем рынке. У них нет особого бизнеса в этом. Для них выгоднее гнать сырую нефть за рубеж. Пока что действует топливный демпфер. Государство просто платит нефтяникам разницу в цене между западным и российским рынком. Государство говорит, продавайте, пожалуйста, бензин дешево населению. Мы вам будем за это доплачивать. И государство тратит сотни миллиардов рублей каждый год из бюджета, то есть из налогов обычных граждан, чтобы компенсировать нефтяникам вот эту неинтересность бизнеса по продаже бензина на внутреннем рынке. Раньше российский бюджет справлялся с этим. Но сейчас дефицит бюджета стучит из всех дверей. Потому рано или поздно, по словам экспертов, государство перестанет выплачивать нефтяникам разницу в цене между рынком РФ и Запада. Пока у государства была возможность это делать, пока не было такого гигантского дефицита бюджета, как сейчас, оно это делало. А сейчас-то не может. То есть вот нужно заплатить там 300 миллиардов рублей из бюджета на компенсацию. А их нет. Соответственно, государство перестанет в какой-то момент компенсировать. И может произойти очень резкий скачок цен на заправках. То есть до конца года в любом случае потребители увидят этот скачок цен очень значительный, потому что денег на компенсацию просто нет. Как ни крути, путинизм ведет Россию к краху. Диктаторы и его приспешники уничтожают страну, ведут к обнищанию населения. Как долго это будет продолжаться, зависит от самих россиян. За период полномасштабной войны Россия нанесла окружающей природной среде Украины ущерб на более чем 60 миллиардов долларов. Последствия российской агрессии для природы и экологии катастрофические. И за это придется заплатить. Как граждане РФ будут расплачиваться из своих кошельков за варварство путинской армии. Показываем. Более 61 миллиарда долларов. И это лишь ориентировочный подсчет. Статистику ущерба, причиненного экологией Украины из-за полномасштабной агрессии России, опубликовала команда UR War Infographics. На первом месте по стоимости ущерба атмосферный воздух, земельные ресурсы, а после природно-заповедный фонд. Это полтора госбюджета Украины на 2024 год. Или если посчитать на каждый день, то выходит, что ежедневно в период, когда Россия ведет войну против Украины, ущерб окружающей среде составляет от 75 до 80 миллионов долларов ежедневно. Это условные цифры. Значительное число территорий, пострадавших из-за войны, находятся в оккупации или же для жизни экоинспекторов небезопасны, а поэтому работа на них не проводится. По некоторым направлениям подсчитать реальный ущерб очень сложно. Природно-заповедному фонду также наносится ущерб. Тут данные подсчитываются как компенсация. Сколько необходимо потратить денег, чтобы природно-заповедный фонд провел мероприятие для возобновления территорий. Но этой категории есть такой себе черный ящик. Потому что, с одной стороны, природно-заповедный фонд – это территории, которые не подвергались влиянию человека во время своего существования. Это определение, основа. Поэтому в цифрах этот ущерб сейчас самый незначительный. Но и оценить его очень тяжело. Поэтому, если мы видим сумму ущерба, например, 0,2 миллиарда долларов, для природно-заповедного фонда, то тут далеко не весь ущерб заложен, потому что он намного больше. Последствия для окружающей среды публикуют на своей странице и профильное министерство. Статистика по категориям динамическая. Отдельной строкой ущерб, причиненный россиянами из-за подрыва Каховской ГЭС. Хотя это военное преступление в министерстве и называют самым масштабным, но и его до конца оценить сейчас невозможно. Подсчитать сполна причиненный россиянами ущерб природе не только Украины, но и планеты вряд ли получится. Поэтому эксперты пытаются задокументировать все возможные преступления агрессора. И хотя до конца войны далеко, уже сейчас ведутся разговоры, как заставить РФ платить по счетам. Вопрос, не скрывают эксперты, сложный. Дело в том, что в международной практике ущерб воздуху не оценивается. Все, что сгорело или улетело в воздух, оно потом выпадает на грунт. Эти все твердые частицы. И если погода с осадками, например, падает снег, то оно все равно растворится и падает вниз. И вот тогда оценивают уже ущерб окружающей среде, когда выпадают эти продукты горения. Поэтому оценивать этот ущерб можно. Говорить о вреде нашим легким, легким животных, которые всем этим дышат, можно. Но на самом деле в международных инструкциях получить компенсацию по этой категории, по моему мнению и по мнению еще ряда экспертов, будет невозможно. Практика показывает это. Тем не менее, совершенных россиянами преступлений достаточно, чтобы привлечь их к ответственности. Существуют два направления. Уголовные дела, например, в отношении отдающих приказ и их исполнителей. Такие украинская прокуратура уже завела на тех военных, которые бомбардировали ядерные объекты на Харьковщине. Уголовное производство могут рассматривать как национальные суды, так и международные криминальные. И отдельно это борьба за компенсации. Экологи говорят, что у них, юристов, еще много работы в этом направлении. Необходимо менять подходы не только в украинском законодательстве, но и международном. Это была программа «Ваши деньги». Показываем правду про то, как преступный режим Путина и его война делают всех россиян беднее. Спасибо, что смотрите нас. Эфиры еженедельно по вторникам в 18.00 только на телеканале Freedom. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова